Вернёмся к событиям в нашей стране. Ямы на дорогах Усть-Каменогорская заделывают старой брусчаткой. По словам коммунальщиков, дополнительные бюджетные средства на эти работы не выделялись, поэтому приходится искать другие возможности. Однако водители таким ремонтом недовольны. Говорят, осколки от брусчатки летят в машины и разбивают лобовые стёкла. Так пострадал автомобиль Фархата Нажмудинова. Ремонт обойдётся в крупную для него сумму, если не заменят стекло, машину заберут на штрафстоянку. Когда гальку крупную посыпают, она тоже отлетает в лобовое. Каждый год одно и то же. Даже вот взять мост, который ремонтировали. Весь сейчас разбитый, что Каштинский, что взять Ульбинский мост, где сейчас кирпичи наложили. В прошлом году его делали, но уже яма на яме. Пробиваем резину, стойки, шаровые, стойки стабилизатора. По словам водителя, глубина ям достигает 10 сантиметров. Чтобы их объехать, узкимногорцам приходится иногда выезжать на встречную полосу. На этом участке пострадали уже 12 водителей. Они попали в яму, когда проезжали трамвайные пути. Чтобы предупредить других об опасности, временно здесь поставили шины. В отделе ЖКХ говорят, что горожанам нужно запастись терпением. Ремонт дорог при такой погоде невозможен. Да, действительно есть ямы. Сейчас в качестве временного решения проводится работа по забивке данных ям строительным материалом. Мы уже по всем участкам проехали, составили дефектные ведомости, направили подрядным организациям. То есть где имеется гарантийное обязательство для того, чтобы они уже приступили к устранению. Тем временем автомобилисты, которые пострадали из-за ям, готовят коллективную жалобу в суд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова